Всем привет! В мультивселенной SCP есть множество миров, и в одном из них случилось так, что о фонде SCP стало известно всему человечеству. Из этой истории вы узнаете, что произошло со скромником в этом измерении. Уроки власти. Перевод. Ее отец был из тех, кто верил, что каждого надо заставить встретить свои страхи. Он научил ее этой шаркающей походке, потому что так скаты узнают, что ты идешь и просто уплывут. Доктор Ковальски подумала, что ее отец бы пожалел, что учил быть смелой, если бы узнал, к какому жизненному пути эта смелость ее приведет. Потом уже фонд убил последнюю каплю нерешительности в этом ребенке. Она могла уже слышать это затрудненное дыхание, смесь стонов и предсмертных хрипов. Она надеялась, что не прикоснется к этому еще один шаг вперед. То ли доктор Ковальски была уже так близко, что ощутила тепло этого дыхания, то ли напряжение так нагрело ее кровь. В руке у нее был большой фотоаппарат. Она надеялась не уронить его, потому что она бы не решилась поднять его вновь. Вспышки нет. Если бы она увидела вспышку, она бы оказалась в огромной опасности. Такие скаты не уплывают. Дело шло полезненно-медленно. Шаг вперед, шаг назад. Включить камеру, выключить камеру. Одну за другой. Она клала каждую фотографию, что выпадало в карман. Если бы она сняла повязку, чтобы посмотреть на часы, она бы узнала, что прошло 49 минут между тем, как она вошла в камеру и последней фотографии. Теоретически, даже одной фотографии бы хватило. Но у доктора Ковальски не было способа проверить это. Коллеги Ковальски бы решили, что она спятила, раз делает такое. К счастью, они все были слишком заняты. В этот день эту конкретную зону содержания посещало Федеральное бюро расследований. После Северной Кореи, после того, что было показано в Токио, после того, как фонд попал во внимание каждого журналиста на планете, мир начал меняться. Все, подумала Ковальски, нуждаются в защите сейчас. Без надежды получить что-то вроде амулета доктора Брайта, ей будет достаточно иметь фотографии, что она сделала. Через 15 месяцев. Вы потратили уже почти час моего времени, доктор Ковальски. Ввиду вашей прежней работы, я уверен, вы уже знаете, как дальше пойдет допрос. Так что, я думаю, в ваших интересах будет, если вы перестанете изображать незнание и скажете, где находятся сущности SCP-610. Вы же были главным исследователем проекта. Незваный гость, который говорил эти слова в апартаментах доктора Ковальски, выкурил уже три сигареты с начала допроса. Да, ее жизнь была в опасности, но больше всего ее сейчас расстраивал запах его сигарет, который въедался в ковер и мебель. Ее глаза были направлены вниз большую часть времени. Так было не потому, что она не могла смотреть в глаза и врать, она была довольно хороша в этом. Она не думала, что ему на самом деле есть дело до всего этого. Этот человек, который представился как агент Обрейн, любил улыбаться. Он держался, как бывалый генерал, и выглядел, соответственно, короткие серые волосы, квадратная челюсть и статная фигура. Его терпеливость в отношении бывшего исследователя фонда была также и предупреждением. Два лаки в масках, которых он привел с собой, стояли неподвижно, как статуи. Они ждали и наблюдали. «Разрешите спросить, агент Обрейн?» Начала Ковальски. «Все еще смотря в пол. Вы были так заняты, пытаясь найти меня, что даже не следили за новостями? Разве Берлин выступает против вооружения аномалиями? Не было для вас звоночком, засранца?» Ковальски посмотрела ему в глаза на последнем слове. Ее юное лицо приняло вызывающее выражение. Обрейн уставился сквозь ее очки, сквозь ее ледяные голубые глаза. Он сверлил ее взглядом. «Держите ей руки!» Скомандовал он своим подчиненным. Человек в маске подошел и схватил Ковальски за запястье. Обрейн взялся за средний палец ее правой руки у основания и вонзил самый тонкий нож, который у него был под ее отполированный ноготь. Ковальски задерглась, пытаясь не кричать. Но она сделала это. Ее сердце забилось быстрее, поскольку она знала, что все станет намного, намного хуже. Кремль пока ничего не ратифицировал. Так что я не думаю, что Сенат особенно этим заинтересуется. Обрейн сказал хихикая. Кровь исследователя сочилась снаружи на его черную кожаную перчатку. Он вытер кровь об ее щеку. Давай я поясню. У русских есть все, чтобы ебаться с той заразой, что вокруг озера Байкал. Ты не думаешь, что для правительства США было бы разумно узнать, что у них есть? Черт, да мне плевать, что ты вообще там думаешь насчет того, что мы будем делать. Мне нужны эти существа. Когда Ковальски наконец начала контролировать дыхание и подавила желание снова кричать от боли, она указала на спальню своей неповрежденной рукой. Шкафчик снизу слева. Пеньковый конверт. Кое-что, что осталось при мне из фонда. Я уверена, что вам это будет интересно. Иди проверь. Обрейн скомандовал своим людям, которые меньше чем за минуту шумно выбежали из комнаты и вернулись с пеньковым конвертом, как исследователь и говорила. Обрейн схватил конверт, чтобы посмотреть внутрь. Его довольная мина сразу пропала. Что за хуйня, спросил он. И начал высыпать фото на пол. Теперь Ковальски точно будет держать глаза на потолке. Обрейн замешкался, прежде чем откинуть еще одну. Достаточно надолго, чтобы рассмотреть ее. Я не думаю, что этот стремный дебок с разобанной челюсти это то, что нам нужно. Разозлившись, он положил свою последнюю сигарету на шею Ковальски. Она начала задыхаться, так как гаснущий огонь оказался на ее коже. Дай-ка я расскажу тебе историю, сказала Брейн. Потому что мне кажется, ваш фонд был уверен в своем могуществе, пока прятался в тенях. Но я хочу объяснить тебе, как вы не правы. Он достал стул из-под ее кухонного стола и сел напротив нее. Ковальски вынесет любую чушь, которую он будет нести, ей надо было только ждать. Когда я был молод и силен, я был агентом управления по борьбе с наркотиками в Колумбии в конце 80-х. Частью команды, что ловила Пабло Искобара. Я поймал этого барыгу, и этот мелкий утырок был так же несговорчив, как и ты. Он все повторял, да ты знаешь, с кем ты связался. Он думал, что его картель был жестким говном. Он говорил, что вся полиция Колумбии под ними. Что они были теми, кто управлял городом Меделином. И я спросил его, если ты управляешь этим городом, почему ты закапываешь в землю деньги? Почему ты скрытно возишь кокс? Я говорил, если ты главный, ты бы торговал дурью в открытую. Ты бы не прятал оружие. Я вытащил свое и выстрелил ему в коленную чашечку. Вот она власть. Я не прячу свою пушку, вот она, прямо перед тобой, сказал я ему, пока он заливал кровью полицейский участок. Ваш фонд прятался в тенях, доктор. Но позвольте мне объяснить вам, власть была всегда при нас. Ваши аномалии принадлежали нам. Ваши исследования принадлежат нам. Ваши жизни принадлежат нам. Если я захочу, твоя задница будет принадлежать мне, пока я с тобой не покончу. Так что еще раз, я задаю тебе вопрос. Что вы сделали с особами 6-10? Потому что следующий твой палец скоро примет в себя мой нож. Сэр, сказал один из лакеев у Брейна. Я думаю, там что-то снаружи. Ковальски закрыла глаза сразу, как увидела длинную руку с кожей, как у мертвеца, пробивающую стену так легко, как будто стены не было. Раздались быстрые выстрелы. Запах пороха заполнил ее ноздри. В ушах звенело. Она стояла во тьме. Она слышала крики. Она слышала звук ломаемых костей. Она даже слышала мерзкий чавкающий звук, источника которого видеть не хотелось, даже если бы он ее не убил. После пары минут хаоса и огонь наступила тишина, в которой было слышно только тяжелое дыхание, которое она помнила. Глаза все еще зажмурены. Она нащупывала свой путь ко входной двери. На ковре было так много крови, что каждый ее шаг издавал хлюпающий звук. Запах того, что сейчас произошло, уже никогда не выветрится. А теперь беги, 096, сказала Ковальски своему спасителю. В этом мире есть монстры похуже, чем ты.